Меня зовут Шведова Ирина, полная фамилия Шведова Демарина, двойная, аристократическая. Мне сейчас 59, скоро будет 60. Игровой возраст поменьше, но может быть и побольше, чем реальный. Я не боюсь своего возраста, я его не стесняюсь, я им горжусь. Я случайно родилась в Кишиневе, но мой родной город Киев и моя родина Украина. Я училась в Киевском театральном институте Михаила Михайловича Карасёва, Царствие Небесное. Это был очень строгий учитель, он меня очень недолюбливал, но я ему за это очень благодарна. Я научилась преодолевать какие-то трудности и, в общем, как-то вопреки иногда зарабатывать успех. В театре моя жизнь сначала сложилась успешно. Я делала там всё, что я умела. Пела, танцевала, сочиняла музыку, играла на пианино. Пригодились все мои разнообразные таланты. Но потом мне стало там скучновато, тесновато. Я записала удачную песню, приехала в Москву. И моя дальнейшая карьера развивалась уже на эстрадной сцене больше. Но недавно я вернулась в театр, ещё поработала в театре, поиграла в спектаклях у Армена Борисовича Джигарханяна. Я очень люблю играть сказки. У меня это получается. Характерные роли, смешные. Но самый дорогой мой спектакль всё-таки это Теннесси Уильямс, Царствие Земное. Я выросла за кулисами Маминого театра, Украинский драматический театр в городе Киеве, Людмила Томашевская. Мы с ней исколесили на пазиках всю украинскую землю. И было естественным, что я пришла в театральный институт. В 1986 году я начала свою эстрадную жизнь. Меня пригласила к себе в коллектив Юрия Богатиков, народный артист. И мы начали гастролировать. Потом я записала песню «Белый вальс» Игоря Демарина и приехала с ней в Останкино. Собственно, вот она вышла на песню года. И в редакции стояли огромные мешки с письмами по поводу этой песни. Через год появилась «Америка разлучница». Роман с кинематографом у меня начался также с песни. Владимир Хатиненко взял в картину «Мусульманин». Песню, которую я исполнила. А потом Ольга Погодин предложила мне написать песню для её кинофильма «Отражение». Это случилось, и я там сыграла эпизод. И это была моя первая киноработа. Потом было ещё 15 работ в кинофильмах, и в основном на телевидении, и в сериалах. «Россия, Русь, храни себя, храни. Смотри опять в леса твои идолы. Со всех сторон нагрянули они. И на их времён татары и монголы. Они несут на флагах чёрный крест. Они крестами небо закрестили. И не лесам не видятся, а крест. А лес крестов в окрестностях России». Сами. Спасибо.